Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем видео я расскажу вам об очень-очень необычном и очень полезном рецепте, которым я пользуюсь. Очень многие меня просят рассказать о ферментировании различных трав. Это и листья малины, и смородины, и Иван-чай, и многое другое. Но мало кто знает, что очень-очень вкусный чай получается из ботвы моркови. Вы, может быть, удивитесь, но, однако, это так. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как хорошо отферментировать морковь, чтобы получить из нее очень-очень вкусный чай. Первое, что вам надо сделать, это, конечно, собрать ботву моркови. Я обычно это делаю при выкопке моркови на текущее потребление, при прореживании моркови. Вот всегда эта ботва в каком-то количестве появляется. Ни в коем случае ее не выбрасывайте. Вот после того, как вы добыли эту самую морковную ботву, ее лучше, конечно, всего сполоснуть, потому что на ней может быть довольно много песка, каких-то загрязнений, чтобы это потом все не попало в чай. Просто промойте легко из душа или в тазике, как угодно в ведре, и подсушите. Немножко подсушите. После того, как ботва подготовлена, вам нужно будет сложить ее в обыкновенный полиэтиленовый пакет. Но лучше взять попрочнее, ибо следующая процедура по смыслу и технологии будет аналогична той, которую осуществляют кубинки, когда крутят листья табака у себя на бедре при изготовлении сигар. Смысл тот же, но технология немножко другая. Укутайте ботву в двойной пакет для надежности, потому что дальше надо будет заняться немножко фитнесом. Надо будет взять и на этом мешке попрыгать, ну, буквально минут пять, просто как кузнечик. Взять и попрыгать. Так постараться, чтобы мешок не порвался. После того, как вы смяли эту ботву, если ваш мешок порвался, вот как мой, все-таки, да, несмотря на старание, переложите в его новый при перекладывании. Помните, что самое главное, это выпустить оттуда как можно больше воздуха, оставив там как можно меньше кислорода. В таком вот помятом и зажатом виде вот этот пучок морковной ботвы оставляется от суток до двух, если тепло, жарко, 25 градусов, то в течение суток. Если попрохладнее, 18-20 градусов, то двое суток надо его в таком виде выдержать. После окончания ферментации морковочку, эту ботву, надо порезать. Вот запах у нее очень приятный, она такая коричневатая немножко делается и очень приятно пахнет. Нарезанную ботву отправляйте в сушилку, это может быть не сильно нагретая духовка, овощесушилка или любой другой способ, но сушить надо довольно быстро. После щадящей сушки морковочка ферментированная превращается вот в такой самый настоящий чай, который можно дополнительно измельчить, если вы любите более мелкую фракцию, и заваривать как самый обыкновенный чай. Он дает красивый, вот такой вот замечательный, приятный настой. Ну, по цвету больше всего похож на такой зеленый чай. Ну, если вы настоите подольше, то, соответственно, он будет немножко темнее. Между прочим, мы его прогнали через спектрофотометр, померили его антиоксидантную активность, и он по крайней мере раз в шесть сильнее по своим полезным свойствам, нежели самый лучший зеленый чай. Так что наслаждайтесь этим замечательным домашним напитком, возможно, вы его полюбите, так же, как я, и вам вообще не придется покупать чаи коммерческого производства. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!